Субтитры правил Among the Первое время, презентация. Сейчас такой бренд много, вы знаете, на интернете. Все откажутся от презентации и немножко об этом будем говорить. Во-первых, я хочу просто кратко поблагодарить Владимира Ильича, который здесь присутствует, Владимира Ивановича, который инсатуром, в том числе, этой конференции. И вообще просто одно слово сказать о том, что многие вещи, которые мы сегодня будем обсуждать, они обсуждаются на том самом диалоге, о котором я говорила, на форумах, которые проводятся, и действительно обсуждаются потрясающе. Это может быть единственное в стране площадка, где действительно ведется диалог совершенно разных людей, от разных конфессий до разных стран. Это просто благодарность, потому что коллеги здесь присутствуют. Называться мой доклад будет следующим образом. О философском смысле игры, игровых технологиях, культуре и образовании, угрозы и перспективы. Тем более, как раз в приветствии Владимира Якунина прозвучала как раз речь об угрозе. Это действительно очень серьезная вещь, о которой мы должны думать. Итак, игра выступает одним из самых удивительных феноменов человеческой культуры, и мы себя неоднократно ловим на мысль, что мы все во что-то играем. Сначала мы играем в детские игры, затем эти игры перерастают в игры взрослых. И на каком-то этапе нашей жизни мы вдруг ясно понимаем, что вся наша жизнь, она действительно шекспировское выражение актуально, она действительно игра. Все мы играем на сцене жизни, играем достаточно отведенные нам роли, и не всегда даже осознаем, что это и является игрой. Игра помогает нам не только проигрывать реальные жизненные ситуации, замыкая их определенными временными и пространственными рамками, но и проявляет наше творческое начало, связанное с конструированием самих рамок игры. Человек играет и создает игры, он участник игры, и одновременно тот, кто игры сотворяет. И в этом последнем смысле уже одна из важнейших функций игры – это креативная функция, позволяющая человеку в определенном ограниченном, правда, смысле выступать в роли творца, создавая правила, например, некой смоделированной локальной жизни. Подходя к игре с философской позиции, мы можем указать на то, что игра – это особый вид человеческой деятельности в условиях идеализированной и зафиксированной в виде правил системы взаимоотношений. Если в реальной жизни правила игры, условно говоря, в кавычках, ценности, нормы, традиции, стереотипы поведения выступают как данные нам сверху, например, от Бога, или сформированные самой человеческой культурой, и мы не всегда можем их изменить, хотя и пытаемся иногда, то в основе создаваемых самим человеком игр напротив лежит процесс абстрагирования от реальности, от тех изначальных основ, которые когда-то эту игру порождают. В этом плане игра всегда имитация жизни. Это очень важный момент, в частности, имитация борьбы и состязательности, которые, вообще-то говоря, присущи реальным человеческим взаимоотношениям. Абстрагируясь от реальности, мы абстрагируем некие искусственные условия данных взаимоотношений в качестве правил, которые мы договариваемся соблюдать. Этот последний аспект является центральным в игре, создавая равные условия достижения успеха. Игра — это жизнь, если хотите, в кавычках, очищена от неожиданности реальной жизни, от которой мы избавиться реально не можем. А жизнь, напротив, — это игра по правилам, где элемент случайности очень высоты. Что делает, если иногда вот эту вторую игру, которую мы называем жизнью, весьма занимательной и острой. Познаваемые нами правила жизни или создаваемые нами правила взаимоотношений, вообще-то говоря, часто мы обозначаем как законы природы или права, которым мы следуем или нарушаем. Любопытно, что хотя мы часто говорим об игре как признаке человеческой культуры, на самом деле она старшая культура. Животные играли в выгод, а долго до их появления. Любовные ли детские игры животных хорошо известны за обмени, они также ведутся по определенной схеме, сериотипичны, и возникают проблемы. Кто в этом случае устанавливает правила? Кто учит, например, животных с момента рождения игрок? И это еще один аргумент в пользу того, что игра — это форма реализации определенных взаимоотношений, это форма особого типа коммуникации между всеми живыми существами. Более того, мы знаем, что человек может играть с животными, и это может быть единственной возможностью тоже реальной коммуникации человека и животного. И в результате достигается определенное понимание. Возможно, что в основе игр лежит некий, не до конца понятый сегодня механизм коммуникации, и очень вероятно, вот интерпретируя несколько стругацких, что если мы встретимся с инопланетянами, с другой планеты, с цивилизацией, которые могут быть достаточно расхожими, единственное, что нас может объединить, эта игра, мы можем с ними поиграть. В соревновательных играх всегда присутствует победитель. Победа, как такова, это главная мотивация игры. Наша общественная жизнь представляет собой тоже череду игр, и понятие победителя может быть отнесено не только к крупному выигрышу, например, в преферанс, но и к выигрышу в каких-то выборах, занятиях, в каком-то местном социальной системе. Но одновременно, наряду с победителем, в игре всегда есть побежденный. То есть игра — это получение, вообще говоря, удовольствия за счет другого, за счет поражения противника. Игра осуществляется в рамках заданных, я уже сказал, ограниченных пространств временных отношений. Она всегда начинает и заканчивается. Она ограничена пространством, имеет собственный порядок правил, которые выступают как законы. Нарушение правил в игре, конечно, возможно, но это подлежит наказанию или осуждению. В этом смысле мы также имитируем объективную реальность нарушения законов, которые приводят к нежелательным последствиям. Правда, сам факт имитации позволяет в некоторых случаях переиграть ситуацию в игре, что в реальном мире может оказаться не всегда осуществимым. И это привлекает к игре. Игра реализуется в особо-смысловом пространстве, это тоже особенность, которая фиксируется в соответствующих знаковых формах или символах. И мы все сталкиваемся с так называемым игром и жаргоном, который, если человек не посвящен в эту игру, будет просто непонятен. И, наконец, еще одна особенность игры. Игра — это, может быть, самая свободная деятельность, как ни странно. Как Астровома отмечал Хейзинга, игра по приказу уже не игра. Можно возразить, что какая же это свобода, если мы действуем по предписанным правилам, то есть фактически по установлениям и приказам. Но в этом как раз состоит диалектика жизни, что было подмечено отнюдь не в маршизме, как мы знаем, а в античности. Что свобода может быть осуществлена в условиях осознания необходимости наших действий. В реальной жизни степень такой свободы очень мала, так как слишком велик спектр непознаваемого и непознанного. Поэтому здесь свобода весьма относительная. В игре правила определяют варианты действий, поэтому последние осуществляются наиболее свободы. Если я не признаю правил того, что в конь шахматы входит буква «Г», я просто не смогу вступить в коммуникацию со своим партнером по игре. И напротив, признав правила, ограничив ими себя, я становлюсь в рамках этих правил свободным и могу вести игру внутри этой локализованной жизни. В психологическом аспекте игра – это средство коммуникации, которое выполняет важнейшую функцию установления и поддержания взаимоотношений в состязательной форме. И мы прекрасно знаем, что это не всегда веселье. Война, ведущаяся по правилам и их нарушающая, и самая злующая форма социальной игры людей, отмечал Эрик Берн. Кроме того, часто это еще и выход различного рода внутренним влечением человека, которые сокрыты в нем как в психологическом субъекте. В историко-культурном плане игра выполняет функцию закрепления в сознании человека и общества того, что когда-то было пережито и будет реализовываться позже. Примером этого, как отмечал Эрик, являются детские игры, в которых проигрываются ситуации будущей взрослой жизни, основанные, в свою очередь, на социальной памяти. Таким образом, мы еще раз делаем вывод, что любая человеческая деятельность может быть проинтерпретирована как игра, то есть целесообразная деятельность по заданным правилам, имеющую цену получения удовлетворения. Человеческая культура развивалась таким образом, что нечто серьезное в человеческих взаимоотношениях часто оборачивалось, говоря философски, то есть принимало форму игры. Однако затем развитие игры как таковой могло стать настолько серьезным, что превращалось в жизнь, теряя свою непосредственность и свободу. Например, что такое судебный процесс, как изначально не некая игра, состязание, а поделяем установленные законы, правила. Но ценность победы и поражения в такой игре уже иные. Это не свободная непосредственная игра. Игра стала в жизни, и поражением может обернуться даже потерей или ограничением индивидуальной жизни. Очень наглядно это происходит в спорте. Когда-то дух о гональности в Древней Греции привел к возникновению Олимпийских игр. И мы знаем, это был период, где царствовало естественное состязание. Поэтому мы хорошо знаем по истории и философии, что состязались в античности во всем. Там были и конкурсы красоты, и конкурсы певцов, и стихи читали, и так далее. И мы прекрасно знаем, что в отличие от современного спорта, там спорт от ума не отделялся, как бывает сегодня. Но философ хорошо знает, что Платон – это прозвище. И очень долго спорили, от чего же происходит платье. От ширины лба или от ширины плечей, поскольку Платон был победителем Олимпийских игр. Поэтому материальные награды в такого рода состязании, в античности, были вообще-то говоря, часто символичны и незначительны с материальной точки зрения. А вот подсчет и уважение огромны, вплоть до того, что победитель мог стать архонтом. Вот такое отношение. Или на пенсию его ставить в каком-то городе. Сегодня спорт, если сравнивать с этим, это, конечно, сфера профессиональной деятельности. Я знаю, здесь присутствуют коллеги, которые как раз занимаются этой проблемой. И поэтому спорт сегодня уже по большому счету не носит состязательного характера, а детерминируется материальными, экономическими, и, как мы знаем, очень актуально даже политическими обстоятельствами. Поэтому по большому счету это уже не игра, или точнее игра, перешедшая совсем уже в реальную жизнь, что, кстати говоря, сразу сделало ее более жесткой и даже жестокой. Игра может выполнять воспитательную психологическую функцию. Это еще один очень важный момент. Здесь можно достаточно безобидно учиться выигрывать и проигрывать, дабы привить в себе иммунитет к неожиданному поражению или выигрышу в реальную жизнь. Только в игре мы можем на относительно коротком времени отрезки оказаться в роли победителя или в роли проигравшего. Вот в современной культуре, собственно говоря, это очень интересная тема нашей конференции. В современной культуре, если не доминируют, то начинают занимать все большее место электронные игры, основанные на новейших компьютерных технологиях. Одна из особенностей этих игр – это невиданные ранее возможности имитации, о которой я говорил, с одновременным, это очень важно, отдалением играющего от реальности. То есть экран, собственно говоря, это барьер, который отделяет нас от реальности. И поэтому, если ранее игра была подражанием реальности, то сегодня реальность все более стремится подражать игре. Это действительно новое явление, новая угроза, с которой мы уже сталкиваемся. В каком-то смысле оказался прав, опять же, фейзинга, который когда-то сделал вывод о том, что современная культура превращает или делает игры все более фальшивыми, да, конструируя вот эти вот правила. Человеку трудно отвлечься от игры, точнее, от ее визуальных образов. Визуальный образ в большей степени воздействует на субъекта, поэтому визуальная информация представляется более близкой к реальности, если почти не совпадающей с нею, что характерно для многих продвинутых компьютерных игр, что играет прекрасно, это знание. Одной из особенностей развития электронной культуры выступает неосознаваемое перенесение виртуальных реалий в действительность. Это не так безобидно, как может показаться изначально. В рамках виртуальной игры, являющейся моделированной реальностью, человек освобождается от той степени за свои действия, которые он должен соблюдать в действительности. И поэтому действие здесь осуществляется по схеме прямой реакции. Сначала акт действия, реакция на появившись соперника, опасность на экране, а потом осознание того, что ты сделал, например, убил виртуального противника. Когда было еще только начало игр, давно-давно, сейчас можно сказать, в прошлые тысячелетия, я сам поймал себя, поиграв в вертолётский, который расстрелил, выйдя на улицу, как раз летел вертолёт, я потянулся к карману в надежде найти там какое-то оружие, чтобы этот вертолёт сбить. Ну, это может быть слишком, так сказать, шутливо, но, тем не менее, игра заставляет человека действовать таким образом. То есть, принятие решения осуществляется оперативно, без рефлексии о последствиях такого действия. Это напоминает действие в стрессовой ситуации. Но игровая модель может далеко выйти, очень далеко выйти за рамки игры как таковой. Например, современная война с реальными бомбами может осуществляться на экране компьютера. Играющий, в кавычках, может как знать о том, что его действия ведут к реальным жертвам, так и не догадываться об этом, например, думать, что это просто компьютерное учение. Человек приучается отвлекаться от ответственности, и компьютерный экран действительно выступает барьером, отделяющим его от реальности. А это совсем не то же самое, каким выступало противостояние соперников, например, где-нибудь в Средневековье, когда вы поднимали меч, отрубали голову, обливались кровью, и потом вообще-то, наверное, не каждый раз смог бы меч поднять второй раз. Это серьезная вещь, потому что она фактически отделяет ответственность. Ответственность, оказывается, где-то на периферии. Очень хорошо об этом писал Виктор Николаевич. Толстой в войне и мире, хотя и без компьютера на криве. Появляются виртуальные игры, которые в прямую соединяюсь с реальностью. Это новое явление. Вот те, кто занимается проблемами безопасности, скажем так, они это прекрасно знают. Например, когда в такой онлайновой игре вам надо в интернет выставлять подтверждение ваших реальных действий, ну, например, испорченных автомобилей. И идет гонка на то, кто этих автомобилей больше испортит. Вот вы можете представить, какой размах могут приобрести такого рода действий, и как они могут реально выпить. Поэтому современное интернет-пространство, я многое об этом писал и говорю, это постоянно такое длящееся действие, которое очень напоминает средневековое карнавальное действие. Только если в средние века карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным и легко переносимым в реальность. Общение в интернете, кстати говоря, это виртуальное карнавальное шествие со всей его атрибутикой. Здесь есть все, включая маски, включая того, что каждый человек может иметь много масок, сам с собой может беседовать по-разному и так далее. Вместо собеседников здесь видны маски, которые позволяют говорить все, что угодно, включая оскорбления и прочее. И поэтому интернет делает в этом отличие от средневекового карнавала, карнавал в бесконечном во времени. Здесь все соответствует карнавалу. Надетые маски, возможность иметь каких-то выдуманных соперников или врагов, ну, в зависимости от того типа поведения, которое вы выбрали. Закрытость индивиду во внешне доступной открытой системе, позволяет вам все, что угодно там делать. Ну, хорошо известно, что это реальность самой виртуальной реальности. Здесь человек спокойно может демонстрировать то, что в реальной жизни он не сможет. Цитата одна, она достаточно большая, из блестящего Умберто Эко. Один господин, пишет Умберто Эко, купил в интернете место под домашнюю страницу, чтобы показать всем фотографию своей толстой кишки. Попробуем порассуждать, что за психологическая драма кроется за таким решением. Человек, которому жизнь не дала возможность и выделиться, обратить на себя внимание, не то что потомков, но даже современников, решается, не до жира, будь бы живым. Войти, если не в историю, то хотя бы в современность, показывая миллионам потенциальных сетевых странников, свою собственную прямую кишку. Ну, наверное, узнаваем, все мы видим, но если не кишку, то нечто подобное или еще. Это вот действительно реальность. И дальше Эко продолжает. Те, кто-то и прекрасно, анархия интернета, кто угодно имеет право демонстрировать собственную незначительность. Демонстрировать собственную незначительность. Потому что миллионы незначительности чисто статистически образуют нечто значительное, на радость и следов. Блестящий вывод, я его повторю, да? Потому что миллионы незначительности чисто статистически образуют нечто значительное, на радость и следов. Одно из следствий такой системы игр о ширеэлектронных технологиях, что, кстати, отмечал еще МакКлюин, заключается в том, что они модифицируют присущий человеку индивидуализм, в буквальном смысле делаем его корпоративно зависимым от системы. При внешне значительной расширенной возможности общения, например, сетевого общения, позволяющей всей сетью коммуникационных возможностей, человек в рамках нее слабо социализирует. Мы сталкиваемся сегодня со студентами и все время отмечаем очень слабая социализация. При всем при том, что внутри интернета она выглядит такой пушующей. Это может привести к реализации, кстати говоря, это серьезная проблема, модели тоталитаризма очень жесткого типа, о котором не могли мечтать диктаторы прошлых времен. Потому что такого рода общество, оно легко манипулированное. Сегодня тем более это наблюдаем и видим, как это делается, в зависимости от страны, имбельства, географического пространства и так далее. Даже переезжая из страны в страну, мы с коллегами сегодня общались, и была интереснейшая конференция в Германии, можно было бы это очень легко показать на примере. Ну и наконец образование. Прежде всего необходимо понимать, что используя намешенных технологий в образовании, не просто какое-то пожелание или благо, что у нас есть категория, так сказать, преподавателей, которые, а я вот буду по старому читать лекции, надо книжки читать. Это, конечно, можно оставаться на этой позиции, но образование становится, и никуда мы от этого не денемся, как бы мы этого не хотели, массово. Вот некоторые прогнозы. Прогнозы показывают, что к 2020 году число студентов только в Китае, США и Индии будет составлять 85-90 миллионов человек. А человек во всем мире по различным прогнозам, от 150 миллионов в 2010 году, будет 300 миллионов, то есть, условно говоря, 300 миллионов студентов, которые будут участвовать в процессе образования. Никаких самых больших университетов, даже таких, как Московский университет, да, простите меня, Виктор Антонович, не хватит для того, чтобы большое количество студентов просто вместить. Таким образом, обучение такого количества людей в рамках старой системы, привязанной к месту обучения, будет просто невозможным. Огромный сегмент образования перейдет, нравится это кому-то или нет, в пространство интернета, а значит, уже только поэтому необходима ориентация на новейшие образовательные технологии, которые это учитывают. Во многом, задачи вузов будут связаны с выполнением своеобразных диспетчерских функций, признания или непризнания знаний, которые студенты станут получать самостоятельно, в цель выдачи ему диплома того или иного университета. И вот этот момент важно не пропустить, потому что можно стонать по этому поводу, но потом оказаться перед разбитым коры. Долгий период образования базировался на системе печатной культуры, мы прекрасно это знаем, по крайней мере, наше поколение. Грамотный человек вообще это первичный человек, который умел читать и писать, да? Доминирование устной речи в свое время объясняло ранний возраст поступления. Наверное, знаете, что в средние века ребята, которые туда поступали, это было 11-12 лет. Период обучения был громадный, потому что он требовал очень большой памяти и требовал усвоения огромного массива материала. Люди тексты запоминали, то есть огромные тексты, и вы знаете, опять же, сошлись на Умберте Эпи и Мирозе, да? И перевозили в другие города просто массивы текстов в своей голове. А сегодня большинство из нас уже не помнят телефоны, потому что на телефоне зажигается Вася, Петя, Гриша и так далее. В настоящее время мы переживаем переход к образно-визуальным методам образования, которые легко воспринимаются обучающимися и даже сталкиваемся с определенным протестом со стороны обучающих, когда такой визуальности в лекциях нет. Мы, с одной стороны, упрекаем студентов, что вот они разучились слушать и читать, а с другой стороны, идем на поводу, демонстрируя им картинки. Но на самом деле точно такой же процесс, Маклюин об этом писал, был при переходе от рукописи к печатной культуре. Когда студенты бунтовали, когда преподаватель переставал им диктовать рукопись, а предлагал им, так сказать, приобрести книжку. Тем более, это была форма запутка, когда студенты записывали рукопись. Так что все это уже было. Все это уже было, только приобрело другие темы. Другие темы. Это имеет объяснение биопсихологического свойства. Дело в том, что визуальная информация воспринимается той частью мозга, левой и полушарии, которая отвечает за эмоциональное и чувственное восприятие. Поэтому оперирование с разными типами коммуникационных систем, например, с книгами, компьютерами, образами, закрепляют и стимулируют абсолютно разные типы восприятия, а потом и поведения человека. Условно говоря, люди, если они погружены в тот или иной вид коммуникации, они будут по-разному реагировать на одинаковые раздражители. Соответственно, это приводит к различающимся формам усвоения знаний. И мы с вами, как преподаватели в данном случае, должны четко понимать, что, используя ту или иную форму ретрансляции знаний, мы, вообще-то говоря, по-разному закупляем ее в обучающихся и можем ждать совершенно противоположных результатов. Необходимо понимать, что это не вина или ущербность современного человека, современных студентов, если хотите, а их постепенное погружение совершенно выношает культуру, причем очень быстрое погружение, которое стимулируется технологическими возможностями современного общества. И в этом нет ничего необычного для развития культуры, и не надо здесь лить каркадиловые слезы по этому поводу, очередной раз о гибели культуры. Необычно только одно – невиданные темпы изменений к тому же, которые нарастают. Мы должны понимать, что современные студенты формировались уже в иной коммуникационной среде, темпы изменений, которые возрастают. Это трудно иногда понять, но это вполне естественный процесс. На таком же перепуте, как я сказал, оказались и в средние века, то, что это было. Вот правда, так же понятно, что очень часто преподаватели сегодня, опять же, по тем же самым причинам, с трудом адаптируются к новым технологическим возможностям образования, и не всегда видят его внутренние потрясающие возможности. Необходимо движение навстречу друг другу, ибо в противном случае, в силу нарастания темпов изменения, разрыв может оказаться неисполненным. Например, происходит усиление роли виртуального образа, что может быть использовано как средство получения своей незнания. Соответственно, игровые технологии, основанные на сочетании слова и образа, моделирование системы виртуальных реальностей, является сегодня одним из векторов развития образовательной системы. Изначально казалось, что это будет лишь просто перенесение текста на экран. Это уже открывает массу возможностей по систематизации, по поиску. Но вообще-то говоря, это примитивно. Это все равно, как я часто говорю, что компьютером забивать гвозди, понятно, что молоток для этого подходит гораздо лучше. С точки зрения возможностей компьютерных технологий, конечно, дело должно продвигаться гораздо дальше. Суд новейших образовательных технологий в принципиальном изменении роли компьютера. Возникают возможности включения игровых технологий в систему образования, в частности, соединения реальных и визуальных компонентов, которые пока выглядят непривычно. Например, учебники могут быть гипертекстуальны. Я одновременно неоднократно, в частности, историкой, философией, призываю, давайте разработаем учебник на игровом движке. Совершенно потрясающе. Разные уровни прохождения античности, средневековья, системы тестов. Действительно, идея, на мой взгляд, блестящая. Она не отнимает содержание, потому что гиперссылки позволят весь тот же материал иметь. Она может носить разный уровень для ознакомления и для глубокого погружения. Ну, пока мне не удается сломать, так сказать, некоторую консервативность своих коллег. Ну, и немного о грустном, и я завершаю. Мне уже сказали, что время кончается. Вообще говоря, есть и грустные моменты всего. Такого красивого, может быть, о чем я говорил. Дело в том, что все происходит в процессе глобализации, которая трансформирована нашу культуру. Я об этом много писал. Единое коммуникационное пространство, становление которого происходит на наших глазах, погружает в локальные национальные культуры, в единый информационный мешок, подчиняя некоторым глобальным принципам. И мы должны понимать, что рамки такой глобализации задаются той страной или группой страны, которые, ну, мягко говоря, лидируют в научно-техническом отношении. Наряду с тем комфортом, который с этим сопряжен, есть и целый ряд опасностей, о которых мы должны помнить, дабы не растерять особенности своей собственной культуры. Главным стержнем культуры выступает язык, и отказ от собственного языка, а это происходит сегодня, чреват такими изменениями, которые трудно себе представить. Наши дети прекрасно знают, кто такой Микки Маус, но не знают героев русских сказок. Мы вместо понятного всем слова «план» и производное от этого «планирование» и «планирование» говорим «дорожная карта». И непонятно вообще, как с этим словом работать на уровне языка. Кстати говоря, темологический план направлен на некое будущее, а карта фиксирует некоторое относительно застывшее. Надеюсь, что в этой аудитории мы планируем летний отпуск, а не создаем в муках дорожную карту этого отпуска. Всем понятно, русским людям, например, средний и долгосрочный прогроз. Но мы патетично и восклицаем, особенно когда говорим об образовании форсайта, почти бонзайта. От прогноза образуется слово «прогнозировать». Но что делать с форсайтом? Я, как русский человек, не понимаю. Форсайтировать? Вот я пытался. Сегодня утром буквально просматривая доклад, слушая «Эхо Москвы» параллельно, не к ночи будет сказано, да, завершая доклад. И там, значит, прозвучало слово, я с трудом его произнесу, стартапер. Стартапер. Ну, вы понимаете, какие ассоциации, где это возникает. Хочешь другое слово назвать? Вот. Но оно будет, наверное, на стартап. Понятно? Представляете, какие ассоциации? Когда я это говорю, это не просто проявление какого-то хвостного патриотизма, так как именно с таких галачей с языка начинается деформирование культуры, причем своими собственными руками. Об этом необходимо помнить и особенности системы образования, поскольку образование выступает системообразующей частью культуры. Спасибо. Спасибо.